Всем привет! Это новое видео на канале Gadgetmania и сегодня я распакую приз, который я в первый раз в жизни выиграл, участвуя в каком-то конкурсе. Но конкурс на самом деле такой нишевый, потому что это был конкурс для начинающих авторов от компании Meizu. Итак, посылочка шла почти молниеносно. Мы начинаем. Поехали! Собственно, в этой коробочке новые наушники от компании Meizu EP52. Что сказать? Первая версия этих наушников пользовалась очень большим спросом. Соответственно, вышла вторая. Я думаю, сегодня старт продаж по всей России и это будет более чем актуально данное видео. Это распаковочка, первый взгляд, быстрый hands-on для того, чтобы посмотреть, как все-таки это все дело поставляется. Я, соответственно, первый раз их послушаю и выскажу свое мнение. Для того, чтобы вы понимали, стоят ли этих денег эти наушники. А стоят они в России порядка 3,5 тысяч рублей. Сейчас можно купить по ссылкам в описании или же можете заказать в Китае. На самом деле, уже с конца лета эти наушники доступны по всему миру и только в России они доступны в декабре месяце. Я аккуратно, почти в декабре месяце, я аккуратно открываю коробочку. Как я выиграл, соответственно, в конкурсе? Да, все на самом деле очень просто. Я просто оставил заявку и, собственно, мне потом написали и сказали, что я участвовал и, соответственно, выиграл. Для меня это было неожиданностью, потому что в каких конкурсах я только не принимал участие, соответственно, халява проходила всегда мимо меня. Но тут, наверное, вселенная сказала, чувак, тебе просто нужны эти наушники. Это спортивная гарнитура, технические характеристики вы можете видеть сейчас на экране. Вообще, звук это, конечно же, дело все вкуса. Давай, снимайся. Не хочет подарок доставаться. Аккуратненько так это все дело распаковываю для того, чтобы сохранить коробочку и прямо здесь при вас... О, слава богу, открыл. Вот такие вот наушнички полностью, соответственно, Ростест. Я думаю, что и гарантия будет на них поддерживаться. EP52. Ну, соответственно, английское E, точнее, И читается как И. Собственно, очень приятно получить. Спасибо большое компания Meizu за то, что поверила в начинающего блогера. Хотя по меркам YouTube я уже больше трех лет на YouTube. И, собственно, открываю. Круто. Круто. Как же это круто что-то получать? Здесь есть пломбочки. Что-то получать в подарок. А, нет, не все. Пломба здесь есть еще одна. Пломбочка есть. Очень красиво у них на сайте презентация этих наушников. Можете пройти, ознакомиться. За что же я сегодня так рукожоплю-то? Коробка действительно новая. И практически не открывается. Опа. Собственно, вот такие вот уши вы получаете. Такую, точнее, коробку вы получаете при покупке данных наушников. Десятная коробка подарочная. Она красная. В фирменных цветах этой модели. Ее открываем. И здесь, собственно, сами ушки. Ушки у нас следующие. Что у нас есть в комплекте? Давайте посмотрим, что у нас есть в комплекте. А в комплекте у нас следующее. Следующее. Такой небольшой коробочек в виде инструкции. Нет, она не на русском языке. Она на английском. Вот такой вот Hello Start Guide. Сменные амбушюры. Потому что уши у всех разные. С маленькими дырочками и с большими дырками. У меня уши стандартные. Поэтому я думаю, что стандартной комплектации встроенных амбушюр будет более чем достаточно. Здесь еще присутствует что-то такое резиновое. Это, скорее всего, чехольчик. И я его не могу достать. И, соответственно, достал. Прикольно. Это чехол. Он резиновый. И внутри чехла у нас присутствует провод. Потому что наушники надо заряжать. Сколько времени они играют, я не знаю. Микро-USB провод. Очень приятно. Все в фирменной расцветке. Такая резиновая штука. Соответственно, вы не повредите свои наушнички. Ну и, в принципе, есть специальный хлястик. За который мы достаем непосредственно сами уши. И я сейчас, через несколько секунд, смогу сказать свои первые впечатления об этом продукте. Господи, как все сложно. Достается-то. Представляете, вы достаете. Достаете и порвали. Ну, соответственно, интересно, это гарантийный случай. Или это просто то, что вы рукожоп. Я вот не знаю. На самом деле, очень тяжело достается. Потому что... Сейчас я вам покажу. Компания Meizu. Пожалуйста, поработайте над коробкой. Потому что здесь все так плотно лежит, что не совсем все это дело удобно. Ну и, собственно, сами наушнички. Оголовье у нас, можно сказать. Но это не оголовье. Это вот такая штука. Так, где у нас правый, где у нас левый? Это все вот так вот, соответственно, у вас находится. Пахнет новым. И пахнет немножко, знаете... Ну, или не резиной, конечно. Ну, вот таким вот. По звуку окружающей среды они, соответственно, вакуумные. И при этом я слышу. Я слышу происходящее вокруг. Первое ощущение вообще от материалов использования. И вот от этого всего. Ну, слушайте, друзья. Прикольно. Прикольно. У нас есть пультик прямо на, соответственно, вот этой дуге. Плюс-минус. И кнопка включения-выключения. И, соответственно, разъемчик, через который вы будете заряжать непосредственно сами наушнички. Надпись EP52. Они магнитные. То есть, вроде как, если вот так вот это все дело соединить, соответственно, музыка прекращает свое вещание. Если так, в таком соединении, соответственно, будет находиться больше какого-то промежутка времени, то наушники автоматически выключаются. Удобно. По самим ушкам. Они металлические, с резиновым, соответственно, продолжением. Это резина или, может быть, какой-то специальный материал гипоаллергенный. Единственное, что почему-то в момент... Или это так и должно быть? Нет, это так и не должно быть. Да. В момент того, как я доставал эти наушники из чудо-коробки, они немножко... Амбишурка у нас слетела. Ну, ничего страшного. Никаких кнопок на самих ушках у нас нету. Соответственно, вы ничего не сможете управлять, как, допустим, это делается на AirPods. Но здесь история не про это. Во-первых, она дешевле в 4 раза, чем AirPods. Во-вторых, не просто так. Потребители отдают свой голос в сторону компании Meizu и первому поколению этих наушников. Почему? Ну, давайте сейчас я подключу, и мы с вами узнаем. По поводу подключения. Все очень просто. Соответственно, на этой дужке у нас есть одна-единственная кнопка включения. Вы ее нажимаете, удерживаете. Начинают гореть светодиодные. Красный, синий. Как обычно, ищет сопряжение по Bluetooth. Ну, а в смартфоне, в настройках Bluetooth вы обнаруживаете гарнитуру Meizu EP52. Собственно, подключил. Давайте слушать. Продолжение следует... Продолжение следует...